В Барнауле подвели итоги традиционного турнира открытый Кубок Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги по зимнему мини-футболу. Семь команд разыграли два комплекта наград. В спортивном празднике поучаствовал и наш корреспондент Алексей Любар. Всем без травм, хороших впечатлений, хороших достижений. Напутственные слова сказаны, тактика выбрана. Самое время перемещаться на мини-футбольную площадку. На лыжной базе «Локомотив» таких сразу две. И на каждой из них шли зимние сражения. У нас это праздник традиционный, мы его проводим. И как бы решили с руководством, немножко надо прирастать. Организовали два турнира, не один футбольный, а также лыжную стафету и лыжные гонки. Цель – встретиться, пообщаться. Игроку троток убей! Красавчик! Открытый Кубок Алтайских железнодорожников проходит в Барнауле третий год подряд. На этот раз организаторы решили поделить семь команд на два параллельных турнира. Играли по круговой системе. Каждый встретился с каждым. Команда журналистов Алтая была в своем стиле. И это радует. Постоянство – это признак нашего мастерства. Одну победили, одну проиграли. Где-то посерединке, скорее всего, останемся. Это большой плюс в копилку РЖД. И дай бог, чтобы таких турниров было как можно больше. Журналисты, чиновники, банкиры, энергетики, спасатели и хозяева соревнований – железнодорожники. Около двух часов играли в футбол и жили одной мечтой – победить. И шанс был у всех. В зимнем футболе технические огрехи легко компенсировать бойцовскими качествами. Борьбы на снегу хватало. Футбол на снегу, он в принципе такой, отскоки случайные, мяч подлетает. Тут как бы все от удачи в большей степени зависит. Просто кто ударит точно в ворота, тот и победит. Сегодня был и спорт, и эмоции, и борьба. Действительно была прям не просто так по фану поиграть, как говорится. Снег белый, журналисты Алтая в черном. Пишущая братья в решающем матче уступила объединенной команде регионального правительства и Минспорта 1-2. Это было во второй группе, а в первой команда МЧС лишь по пенальти уступила банкирам. Победители и призеры получили медали и кубки. А еще позитивное настроение и заряд бодрости. Алексей Любар, Николай Шелко, Вести Алтай.